здравствуйте всем попробуем записать видеоролик все то говно который из меня сегодня выплеснул сразу прошу меня извинить особенно вот моих друзей подруг подругу нет подруг все-таки наверное скорее подругу вот галку игнату прошу извинить меня в первую очередь поскольку все произошло на фоне их фотографии с валерой как раз вот на галку и надеюсь она меня правильно поймет и как бы это но тем не менее я почему-то подумал что вот даже выплеснутой грязи если она идет из души у человека тоже наверное бывает какая-то польза в конце концов это же зависит от того кто как кто сам какую пользу зато его извлечет я вчера на улице как бы беседовал с детьми получал их немножко и как раз вот мы разговорились об этом они при мне там заспорили что такое любовь и чем любовь отличается от секса вот дети такие сегодня до серьезная тема но вот дети уже обсуждают пришлось им немножко пояснить чем любовь отличается от простого секса многие из них потом ушли по домам задумавшись я понимаю что я отчасти даже в их души как бы это вот положительные что-то убрал у них как бы это оставил только знаки вопросов но у них жизнь только еще начинается и в процессе от получения ответов на эти вопросы они сами еще не раз убедятся тот что то что я сказал это правда и вот если бы я им это не сказал может им бы никто этого не сказал и тогда бы они представляли из себя одну большую большую белую массу и не были бы личностями готовыми как бы на какие-то поступки человеческие все такое ну ладно вернемся к теме в общем сегодня вот галка игнатова моя подруга по университету точнее наш общий женой подруга по университету она опубликовала фотографию себя сможем как бы на фоне екатерининского дворца в городе пушкин я как бы это мельком так пробежал в одну увидел фотографию и как бы даже не открывая ее я они сами живут эти ребята на байкале вот я как сразу так подумал что наверное чем-то своем пишет вот но тему пробежал там как бы обсуждаются вот эти тучи на фоне дворца вот екатерининского ну казалось бы что в этом такого как бы тяжелые облака какие-то по-своему даже в них есть своя прелесть ну и какая-то да это могучая такая угроза вот но я по-своему вот у меня одни последние были достаточно тяжелой как вы знаете нервные тяжелые еще позавчера я чуть не за грудки мы брали друг с другом с прокурором в районе где я живу сейчас я выкладывал этот ролик буквально на днях вчера у меня был как бы это предварительное заседание суда я прямо на суде судьи обвинил в том что он является членом опг и опять было наверное даже сегодня у этого человека еще куча отрицательных эмоций по отношению ко мне вот посмотришь вот вроде бы на этих людей я вот понимаю что вот сами эти эмоции я их понимаю потому что эти люди реагируют на то что в них пишет вот вся эта культура вокруг как бы который сегодня создается вот как для этих детей с которыми я вчера беседовал они все напичканы только этой голливудской грязью вот то же самое кажется и у нас взрослых сегодня присутствует но только в еще более извращенных грязных формах тот же судья вот он чем занимается он занимается моим убийством убийством гражданин как гражданина в первую очередь это убийца это не судья я ему как бы вчера на это намекнул сказал прямо так он еще часа два после этого слюной мою сторону брызгал и расстались мы тоже как бы это на таких вот эмоциональных вещах вот жалко что он не запретил как бы сразу записывать этот суд ну это тоже мы учтем когда будем обжаловать его действия действия сейчас уже обжалуются мною в том числе и судьи как бы это уже на более высокой инстанции там уже занимаются следственные органы уже месяц и как бы это посмотрим что из этого получится а мне отступать некуда уже приходится вот этим заниматься вот а сегодня меня вот на этом фоне как бы прорвало и вот когда галка выложила вот эту фотку девчонки там это стали обсуждать как бы вот эти облака в первую очередь не так показалось интересным и вот то что из меня во мне накопилось последние дни она вот как бы вылилось в первую очередь в сторону нет не галки вот с ее мужем они как раз нормальная семья я за них вот даже рад что мне хотя бы друг друга сберегли вот во всей этой грязиной они молодцы в этом смысле вот а вот назидание всем остальным наверное стоит послушать вот ту как бы сказать эмоциональную те эмоции которые я вот выплеснул когда прочитал вот как бы это же вклинился в этом как бы в обсуждении этой вот картинки в общем дело было как сейчас я расскажу вам ну вот кто-то тут пишет красоте я не знаю это там девчонок хотя как бы это они как-то уголки там либо родственники либо подружки наверно вот кто-то уже мне знаком по одноклассникам как вот они пишут облака как из фотошопа ну да красиво облака ничего не скажу как бы просто обсуждается тема и вот галка включили это пишет им мы сами были в шоке когда такие тучи нависли думали ливень пойдет но пронесло а тучи реальные страшные и тут меня понесло как говорится тут остапа понесло я вклинился и пишу отчего шок-то галка вполне обычные тучи с большой концентрации влаги в вашем регионе на юге сибири но я думал что это она пишет как бы про сибирь про свой байкал байкальский регион и как бы это не посмотрел картинку подробно и отвечаю вашем регионе на юге сибири такие тучи должны быть сегодня частыми посетителями я не думаю что это их первый и последний визит причина таких тут сегодня у вас простая чуть севернее вас находятся регионы в которых как известно добываются газ и нефть соответственно по всей сибири сегодня куча скважин и точек добычи этих ископаемых причем если раньше этой добычей занимались исключительно советские хоструктуры руководствующиеся определенными гостами организации таких видов работ то сегодня эти работы в тайге ведутся кем угодно и как угодно в том числе зарубежными компаниями которые просто не соблюдают вообще никакие требования для организации подобных работ а контроль за подобными видами работ сегодня просто отсутствует в принципе роспотребнадзор это не та организация которая может контролировать подобные виды работ я вот насколько я помню даже советском союзе была целая ступень вот таких контролирующих органов непосредственно добычу нефти и газа контролировали как бы это там природоохранный надзор еще какие-то надзоры над ними всеми стала еще там какая-то хозяйственная структура и уже над ними над ними всеми стоял прокуратура которая координировала вот этот контроль это был действительно системный контроль а сегодня эту которую нет вообще и вот я пишу о прокуратуре сегодня даже законодательно не вменяется такой контроль ну то есть что хочешь то и делай как бы это все остальное зависит только от бреда в ваших головах и от уровня коррупции при сокрытии каких-то нарушений норм добычи этих ископаемых и насколько я знаю по работе еще техническим директором телерадио компания югра подобные коррупционные сделки в сибири сегодня происходят попросту чуть ли не в потоке каждую минуту и каждую секунду даже у меня был эпизод когда мне пришлось улаживать отношения с этими органами в моем случае это было фсб именно таким образом но меня это было как я работал телерадиокомпании как бы в один момент вы там это с одним молодым парнишкой с нашей компании я проводил как бы тестовые работы также это он должен был на станции оставался там это контролировать все что я ему прикажу а я вот момент изучал покрытие региона как бы ездил по городу и по округе на машине и как бы просто смотрел как ну зависимости от изменений там каких-то параметров на станции как у нас меняется покрытие но в натуре смотрел просто как мы можем на данной технике что-то выжить как бы чтобы у меня задача была вывести телерадиокомпанию на первое место вот я этим занимался и в один эпизод значит парень в этот день он должен был сдавать экзамен и мы как бы договорились а я что-то забыл что он экзамен должен был сдавать вот и когда мы все замеры все это как бы это провели я ему позвонил ну говорю ладно возвращай все на место и сам беги говорю этом экзамен то я тебя задерживаю вот все мы так расстались сам я после этого как бы на работу уже не пошел пошел домой утром прихожу там уже шум гам как бы директор прибежал как бы это и мне прям текстом болоте что ты наделал я говорю что я наделал оказывается как бы это мы на весь вечер забили весь это ну забили все станции как бы это в регионе в них вот тот случай когда я их сразу вывел на первое место но дело в том что при этом мы частично как бы это забили немножко это не на свой диапазон залезли ну естественно нарушая нарушение там которые контролируются и оказывается мне вот тут же я не успел прийти звонит как бы фэкс башник из контролирующих органов вот эти вещи и как прямым текстом ты чего это там делаешь как бы это что это было это так не не положено как бы это мне что тебя сразу наказать как бы и все позже но пришлось извиняться там всяко-разно пришлось в моем случае было проще как бы мы отчасти немного уже знакомы были я просто извинялся и как бы это потом пообещал как бы за пивом это все замять и все прочее попросил сказал что больше так не будет или как бы замяли все это вот но свою вот то что вот меня требовалось я как раз на этом фоне свои задачи очень быстро решил как бы если у меня была задача до весны все это сделать я уже перед новым годом их увидел на первое место как бы это и все было решено вот вот я пишу об этом как раз что там кругом вот как бы вот такие отношения и ну прямые скажем так в общественные отношения которые при этом где-то конечно могут контролироваться вот как в моем случае тоже фсб вмешалась а где-то ведь они остаются вообще бесконтрольно то есть человек приходит заранее оплачивает там допустим взятку сует и как бы нарушает что хочешь почему бы нет если ты занимаешься этим постоянно и если нарушение эти обходится дешевле и взятки эти обходится дешевле чем что это ну и чем организовать нормальную скажем добычу нефть и газа нет они вот так и делают я вот я и пишу и вот вы наверно не знаете а вот я знаю о том что западные компании в технологиях добычи газа и нефти в сибири сегодня повально используют для диагностирования скважин и для организации добычи ядерные технологии в том числе они устраивают даже сами мелкие ядерные взрывы это я тоже знаю а учитывая то что иногда диагностика проводится неверно и бывают так диагностика проводится неверно и бывают получены неправильные результаты диагностические как бы то при закрытии подобных шаг с помощью таких вот организованных взрывов часто случаются и большие катастрофы ну в принципе да это у них там часто случается это тоже это знаю я не думаю что даже в вашем регионе на юге сибири вы ни разу не видели как небо севернее вас попросту горит и полыхает огнем такие случаи там бывают часто даже при мне один раз такое было органам сми попросту запрещается даже освещать подобные случаи к тому же и в этих вопросах кругом присутствуют деньги и коррупция когда я там работал к нам чуть ли не ежедневно обращались руководители таких компаний чтобы замять те или иные вопросы это тоже было да и даже я сам советовал маринке мануйловой это из мой исполнительный директор стиле ради компании чтобы она спокойно рассматривала подобные вопросы и принимала подобные заказные темы так скажем ну потому что люди хотя бы приходят предлагают деньги которые нам тоже не помешают коктейли радиокомпании а все что они просят ну как бы от нас же ничего не зависит это же их беда как бы это все что они просят это просто не придавать какой-то акцент этим вещам при этом мы за это несем только моральную так скажем ответственность не более но в то же время я вот пишу дальше это был 2006 2007 года контроль еще какой-то был а сегодня там этого контроля ведь нет вообще даже в законодательных базах он попросту напрочь отсутствует это да так что сибири вот я пишу дальше так сибири заражена уже на несколько веков вперед еще неизвестно будут ли там вообще жить люди после нынешнего каналии ну да это своего рода чернобыль и как бы он просто но замедленного действия более замедленного действия а как бы то что происходит он даже еще более страшнее как бы вот в сибири чем то что было в чернобыле я не знаю вот это должно и китай тут же волновать и всех остальных почему как бы это сегодня все остается без реакции без последствий ну сложно сказать политические процесса они сегодня сами по себе сложны но там же живут и люди и вот я обращаюсь как раз к такому человек который там и живет я вот не знаю я и пишу как там у вас дела сегодня имеется ввиду на байкале но в принципе вы можете даже сами поинтересоваться у ваших местных знакомых медиков они же ведут постоянно свою статистику заболеваний скажем у вас наверняка сегодня заметно растет уровень раковых заболеваний я вот не знаю эту статистику но даже издалека сразу это могу сказать это действительно так и должно быть как бы в этой ситуации если так то это уже серьезно у вас правда там байкал рядом и вам бы его беречь и беречь на земле вообще осталось мало регионов с такой чистой природой а чистая природа она сама по себе активно борется с подобными видами заражений но все ведь имеет предел и если этот нынешний беспредел не остановить уже сегодня то завтра может быть поздно но вы же только внешние формальные тучи обсуждаете а тучи эти в принципе как тучи чё у них такого они нормальные просто концентрация влаги большая и как следствие видна только тяжесть облаков кстати очень возможно что это и связано как раз с чрезмерным радиоактивным уровнем загрязнения этой влаги это сопутствующий эффект обычно может кто-то знает как бы это ядерной технологии употребляется такое понятие вот хотя бы даже это тяжелый водород вот как раз отсюда он берет свое начало вот само это понятие поэтому я вот напоминаю просто я же писал уже как-то о том что при сгорании только одной тонны газа в момент аварии в атмосферу выбрасывается не менее 7 тонн зараженной влаги на что вы тогда надеетесь в сегодняшней ситуации если да если вот кругом допустить какие-то маленькие вот такие катастрофы то мы все уже должны плавать над всех должно просто смыть сама природа после таким образом борется чистится как бы это и борется со всем что и мешает а мешают людям в том числе мы с вами своим безмозглостью своим молчанием и своим молчанием согласен вот на все это и вот и дальше и пишу сегодняшней власти вас там просто травят и убивают по тучам вы сами это не определите а вот по кристаллизации снега и льда на том же байкале есть такая возможность определить если вы часто зимой бываете на берегу байкала то просто обратите внимание на то какой формы льды сегодня выходят там на берег ваши знаменитые живые байкальские движения льда наверняка даже форма кристаллов этого льда сегодня заметно другая если так то надо срочно отдавать эти льды на экспертизу и трубить во все инстанции во все колокола а то даже европа ведь уже ноет постоянно от ваших заражений а вы сами молчите неужели у вас там все такие беспомощные хотел написать еще и безмозглое но остановило меня что-то но тем не менее это так какие вот только это в интернетах как бы на эту тему можно что-то прочитать неужели вы все там такие беспомощные решайте эти вопросы имеет смысл кстати создавать свои органы контроля хотя бы за этой ситуации если вы не в состоянии создать сегодня свою народную власть целом вот как выясняется питер это тоже коснулось и питер это тоже должно волновать питерских людей как бы питерцев москвичей да всю страну это должно уже давно волновать я не знаю почему все спокойно как бы это как будто их не касается все это касается еще как касается и вот дальше я об этом пишу а сегодня у вас во власти где не только у вас специально сажаются откровенно поверхностно образованные придурки они кругом уже они только коррупцией занимаются их для этого и сажают таких а то что народ уже повально мрет им пофиг они живут одним днем никто за самих вас эту ситуацию не исправит не надо даже надеяться на вову путину он сам сидит в окружении постоянно воняющего извините говна это так все зависит данной ситуации только от желания жить самих людей дальше я продолжаю кстати вот тут меня как бы я не сразу это записал тут я просто как бы это ну опять вспомнил вот свои вчерашние нынешние перипетии и как бы это тут же у меня в мозгу всплыло кто отвечает вот за подобные виды работы в той же сибири я дальше пишу кстати за организацию подобных работ и за контроль подобных видов заражений у вас сегодня там отвечают те же самые люди с которыми я вот воюю прямо сейчас это институт как он вне город саров не только он конечно если другие организации но он в том числе и вы думаете что это случайно сегодня в сарове созданный работа это институт этот экспериментальной биофизики нет они знают о подобных видах заражений и просто отрабатывают технологии замедления тех или иных процессов на зараженных территориях если говорить прямо то они отрабатывают технологии замедления убийства таких территорий вместе с людьми но чтобы просто это происходило мягко без социальных взрывов в обществе а убийство продолжается остановить эти процессы вот просто так сразу одним приказом невозможно их можно только контролировать и влиять на них вот они это и пытаются делать но при этом вас людей проживающий там проживающих там они держат сегодня просто в качестве кроликов для своих экспериментов я видел сарове пациентов этой клинике они выглядят сегодня ужасно кстати свое заражение они получили именно у вас в сибири да что там говорить просто приезжайте посмотрите сами на бывшему мужа женщины с вашего в культе это это галка мухина ее муж бывший муж шура мухин тот самый придурок с которым я сейчас специально вовлечен в войну спецслужбами он же просто уже не живет он еле дышит и еле ходит это же уже не человек одна живая большая раковая опухоль а знаете почему он так выглядит да потому что финансирование этого полуподпольного саровского института экспериментальной биофизики идет через его организацию и он первый на ком и была опробована это химия именно поэтому он сегодня ведет себя как опущенная тварь а за организацию вот таких экспериментов отвечает оказывается еще один наш общий знакомый по университету это толик ластовкин мой бывший первый друг на радиофаге я с ним танцев в холле четвертой общаги устраивал если помните именно и именно он сегодня частично ответственны за контакты с сергеем владелиновичем кириенко которые финансируют всю эту преступность вокруг ран вот они они да они очень активные сегодня люди на деньгах они сегодня ради грязных денег идут даже на мое убийство и финансируют тех кто готов им помочь моем убийстве и это наши бывшие друзья по четвертой общаги вот что обидно и одновременно как бы это страшно сегодня они меня убивают только за то что я слишком много знаю их только эти замеры своих пиписик на моем фоне волную а вы все только в интернетах при этом ныть гораздо хоть бы как-то организовались и меня хотя бы поддержали в войне с этими уродами у меня сегодня поддерживают совершенно посторонние порой чужие люди а все близкие по-своему родные люди организованы и чуть ли не строим отвернулись от меня и делают вид что все это их не касается ведь касается уже вон они какие тучи то красивые природа то она молодец а люди где разделились на хороших и плохих и только на друг друга пальчиками готовы показывать да да черный ты тогда после этого дальше я продолжаю правильно и делают эти евреи из ран что убивают нас русских потому что внутри мы с вами как глисты из парашек готовы только ныть и по плечам своих самых близких и родных людей наверх поближе к солнышку карабкаться ну и хуй с ним что будет утоплен еще один вова сгона зато я погреюсь на солнышке вот мысль вся мысль глиста а требуется всего лишь самоорганизоваться для нормальных отношений хотя бы для тех отношений какими бы были с вами в юности когда учились не обижайтесь никто за мою эту прямоту ну просто тут галки заходит много наших общих знакомых друзей по университету в том числе я большей частью к ним обращаюсь не обещайтесь не обижайтесь никто за мою эту прямоту но это мы все с вами преступность это мы все с вами виноваты за нынешние убийства страны и наших детей и внуков и не надо искать тех по ком звонит этот колокол он звонит по нам с вами это мы с вами уже не люди а какие-то лишенные всяческой морали уроды я вот потом подумал почему из меня это вылилось вот такие слова просто вот вы можете в предыдущей теме мне прочитать прослушать как бы мою беседу с начальником следственного отдела прокуратуры местная где беседовал ну просто дико это человек разговаривает со мной каким-то языком юридических норм только потому что я вот заинтересован сегодня эти вопросы решать то я вот подумал а что будет если я точно так же вот приду к власти и начинку его заставлять и разговаривать языком тех же как бы законов физики и все прочее и что нормально что разведи простой человеческий язык для этого не создан чтобы мы понимали друг друга почему как каждый на свой язык на себя перекладывает как бы это одеяло и все прочее кем мы стали с вами люди это же просто белоробот сидит какой-то там в прокуратуре и воняет или я если прихожу как бы это с какими-то вот такими проблемами и начинаю просто ныть перед ним кто я после этого глист только почему мы не можем говорить как люди друг с другом почему не можем решать вопросы чтобы просто для эту просто надо слышать человеке напротив такого же точно человека язык создан именно для этого они для того чтобы манипулировать на своей теме для ради своего только благополучия дальше вот я пишу на эту тему ты как меня уже понесло я дальше пишу и не надо искать тех пока он звонит этот колокол он звонит по нам с вами это мы с вами уже не люди а какие-то лишенные всяческой морали уроды на ваших глазах убиваются наши семьи убивают нас самих и наших детей нас травят друг на друга а вы вы только в интернетах об этом ныть готовы спасибо всем за то что организовали и соучаствуйте сегодня в моем убийстве друзья не забудьте станцевать еще на моей могиле вам это сделать я разрешаю сразу не знаю даже только каком богу вы после этого молиться собираетесь запомните ваш любимый иисус христос и его враг дьявол живут среди вас и внутри вас они где-то там на небе и это мы с вами кто-то бог а кто-то дьявол не надо только это ночью даже выкладывать в интернет и если на что-то реальное в своих действиях вы даже не способны эти фашисты все равно убьют всех просто нытики будут мучиться чуток подольше извините у меня просто много эмоций накопилось ко всем вам хоть бы жену мою свихнувшуюся на нынешних зомби технологиях реально пожалели немного она ведь ваша подруга и можно сказать что это было самое святое во всех наших отношениях но это действительно так я вот мне самому было до сняты что было до сих пор тошно я вот приезжал 2014 году вятские поляны как бы ну мы жили так или иначе общались вместе как бы жили хоть отдельно но общались то вместе по вечерам хотя бы и я видел и она видела что ну что там говорить она каждый вечер буквально вот ты при взгляде на меня у нее текли слезы иногда это было моем присутствии мне даже приходилось ее утешать ну как бы реальность в том что сегодня не она не я мы не слышим друг друга кто-то сделал все для того чтобы мы не слышали просто друг друга слова мы друг друга не слышим чувства не чувствуя не как бы они внутри нас живут сами по себе а вот как-то обмена этого не происходит а самое обидное в этом то что вот как раз друзей то тех кто мог нас вот поставить на этот путь истинный их рядом почему-то нет они все точно так же отделились и живут самостоятельно сами в себе что это такое вообще я вот как бы вот смотрю вот вчера вот был на суде как бы я вот обидел этого судьи может он обиделся или может построим его где-то до сих пор воняет как и я учат но суть в том что как бы это все люди вот вроде посмотришь на вид все вроде люди как люди голова две руки две ноги в чем-то даже приятные в чем-то как бы неприятные но в первую очередь вот все равно вроде бы это по виду люди а где вот это все человеческое что у нас было и должно бы быть почему мы все за озабочены только как утопить ближнего и как на этом фоне вынуждены поближе к солнышку глисты что ли ну так и скажите мы глисты не надо только называть себя великим государством и великой страной великими людьми это наши предки были великой страной великими людьми а мы все с вами глисты парашники и с нами делаю сегодня все что хотят какие вы люди после этого как бы вот ты мне просто от того тошно что я сам все это пережил я сам вот сейчас говорю и внутри себя я плачу потому что вспоминаю слезы своей жены да я знаю что она и сегодня меня любит да и у меня к ней есть чувство ну и что что это меняет если мы живем в параши и кругом только одна вонь которую создают сознательно вокруг нас люди из той же системе российской академии наук это я точно знаю уже дальше я пишу если бы я знал что вы все такие поверхностные гномы я бы наверное даже уже бы сам согласился быть за вербованным чужими спецслужбами недавно меня пасут да они вот дальше те люди которые меня сегодня пытаются убивать они в свое время меня и вербовали в принципе это известный факт у меня жена даже это подтвердить может благо человек который это делал делал в ее присутствии приезжал из москвы ко мне домой и как бы это мне хватило ума пустить его домой он потом этим воспользовался как бы тем чтобы мне пришлось его познакомить даже с женой вот он потом этим воспользовался и как бы развернул свои грязные технологии сам он из спецслужб этот человек еще в момент развала страны видно был перевербован западными спецслужбами а вот его родственник он бывший как бы губернатор кировской области а до этого он работал заместителем генерального прокурора устинов по моему был тогда еще вот и вот все они как бы сегодня живут вот этой своей собственной только парашей своей собственным своим собственным благополучием я для них всего лишь мусор который можно либо использовать либо нет мне свое время так и было сказано либо ты работаешь с нами либо жизни у тебя так не будет вот они это и делают а почему они это делают потому что вокруг меня оказывает других людей больше нет таких как я куда они делись я не знаю нас было много у меня много было прекрасных сокурсников прекрасных друзей детства прекрасных людей которые в лицах я могу и сегодня их встретить где-то но в том что нас сближало и сделала нас обществом делала нас людьми этого ничего не осталось куда все это ушло зачем в таком случае я согласился и вот как бы на все эти отношения дальше мне все время предлагали даже грин карту в сша как бы переехать я даже от этого отказался хотя сегодня жил бы так же как бы жевал парашу свою и просто это доживал последние бы дни если бы мне разрешили еще но при этом я человек своего общества мне жалко вот все это терять не жалко своих детей мне жалко себя жалко своих родителей дедов отчего они погибали блять на войне чем-то чтобы составляет нашу историю ради чего все это было ради того чтобы мы наше поколение сегодня просто отвернулась друг от друга и делала вид что у нас это не касается а кого тогда это касается дальше я пишу и только один человек но я обращаюсь по словам к сокурсинкам нашим в общем и только один из наших человек удивительно ну кстати это я женщина именно смех мата свое время откликнулся на меня и помог мне на мехмате учились вот моя жена и вот эти все девчонки мы учились и на радиофаке мы жили в одной как бы это общежитие в одном и и много контактировали общежитие мих мата но принципе было уны на соседнем корпусе но все мы жили дружно и и как бы это постоянно общались часть ребят девчат смех маты жили пи в нашем общежитии естественным и постоянно даже общались я так и познакомился с женой вот тут выясняется вот как бы это кто-то из нас по-прежнему вот как бы соучаствуют в этой жизни и вот одна женщина к это я только сюда приехала нам не действительно помогла и вот этой женщине вот я дальше пишу к этой женщине мне самые теплые чувства до сих пор потому что она действительно вот как бы по-человечески восприняла когда я не просто переговорил по телефону попросил как бы поддержки она занимается у него свой бизнес есть без проблем она тут же откликнулась и сделала все это вот а все остальные только как бы крысятничают как бы что-то там где-то урвать как бы это на фоне вот опять же своих же близких показать какой-то крутой какой-то да вы евреи только заинтересованы в этом хоть перегрызите все вот на этой теме они только радоваться будут танцевать вот дальше я пишу а вы все только сопли друг другу за свои же собственные ошибки утирать готова ну как так можно скажите друзья обменивать свою жизнь на какое-то откровенно виртуальное дерьмо в виде чьих-то они ваши вексельных бумажек извините я замолкаю а то меня уже действительно занесло достала просто все это но запомните если эти саровские суки меня сейчас действительно посадят и убьют они все только для этого затеяли виноваты будут не они а вы все потому что они они изначально дерьмо я еще по универу это помню ну не ты про всех не могу сказать так а часть людей действительно я их до сих пор помню они еще тогда вели себе как отбросы как бы отдельно всегда кучка вались и как бы это в самом а че они учились кстати и вот и знаю по радиофаку почему-то по общежитию и вот я пишу я еще по универу это помню а вот у нас с вами у нас я к своим друзьям как бы обращаюсь а вот у нас с вами был шанс остаться людьми извините но идти дальше о том как вас убивают более умные и более приспособленные к дерьму крысы в общем ладно как бы свои эмоции я вылил растиражировал так сказать поделился с вами может заставить так это кого-то тоже задуматься хотя бы задуматься вот ребята вот молодых вот я вчера как бы заставил задуматься они ушли в задумчивости домой не знаю прав ли я или нет когда вот так веду это эмоции но я вот посчитал нужным поделиться сейчас этими эмоциями и на этом заканчиваю на этом я замолкаю спасибо всем пока мне большинство надо будет enger eted Продолжение следует...